Всем привет, это Дмитрий Горчаков, эксперт атомного проекта экологического объединения Беллона. В этом видео я расскажу о возможных последствиях аварийных сценариев на Запорожской атомной станции. Напомню, что Запорожская АЭС в Украине с марта месяца оккупирована российскими войсками. Летом начались регулярные обстрелы самой станции и территории вокруг нее. АЭС неоднократно теряла связь с внешними энергосетями. Россия и Украина обвиняют друг друга в обстрелах и ядерном терроризме. Обстановка вокруг АЭС регулярно обсуждается в Совете Безопасности ООН. С сентября на станции присутствуют инспекторы Международного агентства по атомной энергии. А его глава ведет переговоры о создании демилитаризованной зоны вокруг станции, встречаясь и с Владимиром Зеленским, и с Владимиром Путиным. В этом видео я подробно расскажу об особенностях АЭС, о возможных рисках, связанных с ситуацией вокруг станции, и попытаюсь ответить на самые частые вопросы и опасения, с которыми мне и другим экспертам Билоны приходится иметь дело в последние месяцы. Добавлю, что текстовая версия этого видео есть на сайте Билоны в виде большой статьи. Ссылка на нее будет в описании этого видео. И не забудьте подписаться на наш канал, поставьте лайк этому видео и поделитесь им в своих соцсетях. Это очень поможет распространить эту информацию для более широкой аудитории. Чтобы получать регулярные новости по экологической тематике, вы также можете подписаться на наши соцсети. Все ссылки на них будут в описании к этому видео. Запорожская АЭС – это крупнейшая АЭС не только в Украине, но и во всей Европе. Она имеет 6 энергоблоков с суммарной мощностью 6 ГВт. Это составляет около 43% всех атомных мощностей Украины. Запорожская АЭС сравнима по мощности с тремя другими украинскими атомными станциями, вместе взятыми – Хмельнинской, Южноукраинской и Ровенской. До войны атомная энергетика Украины давала более 50% всей электроэнергии страны. А вклад Запорожской АЭС в энергобаланс Украины составлял около 20%. Помимо электроэнергии, Запорожская АЭС обеспечивала теплом соседний город энергетиков Энергодар. С населением около 50 тысяч человек. На Запорожской АЭС находится 6 энергоблоков с реакторными установками ВВР-1000. Это советский проект энергетического реактора, который относится к типу водо-водяных реакторов под давлением. Это самый распространенный тип энергетических реакторов в мире. В западной классификации он называется ПВР. Всего с 1980 года было построено 37 реакторов ВВР-1000 различных модификаций. В России, Украине, Болгарии, Чехии, Индии, Китае. Все они работают до сих пор. Самого захвата Запорожской АЭС в начале марта обсуждение возможных аварий на этой станции в прессе чаще всего сравнивалось с Чернобыльской аварией. Иногда даже ошибочно говорилось о том, что там установлены такие же реакторы. Это не так. И важно понимать эту разницу. Поскольку она напрямую связана с системами безопасности и возможным масштабом аварии. На Чернобыльской АЭС были канальные графитовые реакторы РБМК-1000. На Запорожской АЭС реакторы ВВР-1000. Такой же мощности, но другого типа и конструкции. В отличие от чернобыльских реакторов, реакторы ВВР-1000 более компактные и защищенные. А также они двухконтурные. То есть радиоактивный теплоноситель не выходит за пределы защищенного реакторного отделения. В реакторах ВВР нет графита, как в РБМК, где его около 2000 тонн. И который в результате Чернобыльской аварии за счет горения увеличил выброс радиоактивных веществ. Сам реактор ВВР гораздо более компактный. Диаметр его корпуса почти в 2,5 раза меньше, чем у РБМК. Около 4,5 метров вместо 11 метров. Масса ядерного топлива внутри ВВР-1000 тоже почти в 2,5 раза меньше. Около 80 тонн против 200 тонн у РБМК. Ну и ВВР это не канальный, а корпусный реактор. В нем ядерное топливо находится внутри прочного стального корпуса с толщиной стенок около 20 см. Поскольку он рассчитан на рабочее давление около 150 атмосфер. Наиболее потенциально опасные в ядерном и радиационном смысле места атомной станции это реакторное отделение. В них находятся ядерные реакторы и первый радиоактивный контур энергоблоков. А также ядерное топливо. Причем не только то топливо, которое находится внутри самих реакторов, но и отработавшее топливо в бассейнах выдержки. Но именно из-за потенциальной опасности реакторные отделения сильнее всего на станции и защищены. Одним из главных отличий энергоблоков с реакторами ВВР-1000 является то, что их реакторные отделения герметично закрыты со всех сторон единой бетонной защитной оболочкой, контейнментом или гермооболочкой. Именно на ВВР-1000 в начале 80-х годов ее стали строить серийно. На предыдущих проектах советских реакторов их не было. Стены гермооболочки из предварительно напряженного бетона имеют толщину в 120 см. Его диаметр около 45 метров, а высота около 60 метров. Основная задача гермооболочки – предотвратить выброс радиации наружу в случае аварии на самом ядерном реакторе. Внутри первого контура энергоблока и внутри реактора ВВР-1000 циркулирует вода под давлением 150 атмосфер. В случае разгерметизации контура вода превратится в пар, но весь выросшийся радиоактивный пар как раз должен быть удержан внутри контейнмента. Он на это рассчитан. Кроме внутренних аварий, контейнмент рассчитан и на защиту от внешних воздействий, как погодных, так и техногенных. Например, он рассчитан на падение небольшого легкомоторного самолета массой до 6 тонн. Конечно, этого мало, чтобы выдержать падение современного военного или пассажирского самолета, и тем более удар крылатой ракеты. Но надо помнить, во-первых, что это проект 80-х годов, а во-вторых, что у чернобыльского реактора РБМК контейнмента не было вообще. Тем не менее, ни один энергоблок АЭС не рассчитан на боевые действия и угрозы. Это мирный гражданский объект, а не военный бункер. Поэтому артобстрел в худшем случае может привести к повреждению контейнмента, образованию трещины или даже пробоины. Рассыпаться целиком он, скорее всего, не сможет, все же это купольно-армированная железобетонная конструкция. При этом само по себе разрушение гермооболочки не вызовет ядерной аварии. Гермооболочка нужна лишь для локализации последствий возможной аварии. Если реактор не поврежден, то теоретически он может работать и без контейнмента. Только если в результате обстрела будет пробит и сам бетонный контейнмент, и будет попадание в сам ядерный реактор или оборудование первого контура, тогда возможна его разгерметизация и выброс радиоактивного пара. В худшем случае, если будет попадание в сам реактор, то выброс возможен вместе с фрагментами ядерного топлива. Однако с учетом конструкции блока, такое возможно лишь в результате целенаправленного или длительного обстрела контейнмента, либо в результате использования специальных боеприпасов. Случайным снарядом или бомбой такое сделать маловероятно. Должно произойти сочетание многих факторов. Потому что пробив контейнмент, нужно еще попасть в реактор, спрятанный глубоко внутри здания, в относительно узком бассейне. А прочее оборудование первого контура тоже находится под перекрытиями, которые надо пробить. Так что теоретически такое возможно, но вероятность повреждения самого реактора в результате случайного попадания снаряда или ракеты относительно небольшая. Еще меньше вероятность одновременного повреждения в результате обстрела нескольких энергоблоков. Чем же грозит это попадание снаряда в сам ядерный реактор? Вопреки распространенному мнению, ядерного взрыва это не вызовет. Реактор не атомная бомба, даже если в момент аварии он будет работать на полную мощность. Ядерного взрыва не было ни в Чернобыле, ни в Фокусиме. Даже если в результате попадания в работающий на мощности реактор повредить стержни управления, а они у ВВР-1000 как раз находятся в верхней части реактора, которая вероятнее всего и пострадает в случае удара, и каким-то образом вызвать разгон реактора, то он скорее развалится и разгерметизируется, чем там успеет выделиться большая энергия в результате неуправляемой цепной реакции. Скорее всего реактор разгерметизируется и произойдет выброс воды, пара и возможно и самого топлива, и реакция погасится сама собой. В последствии же такой аварии будут сильно зависеть от многих факторов, включая состояние самого реактора и погодных условий. В худшем случае, если реактор в момент аварии работал на мощности, то возможен довольно мощный паровой взрыв в результате его разгерметизации. Если контейнмент поврежден, то радиоактивный пар, летучие элементы из поврежденного топлива и сами фрагменты топлива будут частично выброшены наружу. В первую очередь при такой аварии опасность может представлять изотоп йода-131, поскольку он может далеко улететь. Его период полураспада всего около 8 дней, он будет представлять угрозу лишь несколько недель. Но с точки зрения воздействия на организм, он как раз может представлять главную угрозу для населения вокруг АЭС. Не случайно украинские власти уже организовали раздачу жителям ближайших регионов препараты стабильного йода, таблетки яйдидокалия, для возможной йодной профилактики. Дело в том, что йод накапливается в щитовидной железе. Поэтому перед возможным попаданием в облако выброса радиоактивного йода имеет смысл сделать йодную профилактику, употребить стабильный йод. Он займет место в щитовидной железе и, грубо говоря, не пустит туда радиоактивный йод. Запас таких специальных препаратов стабильного йода – это правильная подготовительная мера на случай аварии. Тут только важно помнить, что йодную профилактику надо правильно делать. Если вы купите спиртовой раствор йода и начнете его пить, то можно и отравиться. Если вы используете не таблетки яйдидокалия, а спиртовой раствор, то там используется всего несколько десятков капель на полстакана воды или молока, и детям его давать не рекомендуется. О том, как правильно делать йодную профилактику, можно почитать по ссылкам в описании к этому видео. Если вы еще не поставили ему лайк и не подписались на наш канал, самое время это сделать. Коротко о том, как правильно делать йодную профилактику. Необходимая дозировка яйдидокалия для взрослого – 125 мг в сутки, в течение 5 дней с начала возможного облучения. Детям дозировка кратно меньше. Но такие дозировки есть лишь в спецпрепаратах. Обычные таблетки яйдидокалия или йодных препаратов, например, йодомарина, которые можно купить в обычных аптеках и которые применяются для других целей, чем йодная профилактика, эти препараты содержат в тысячи раз меньшие дозировки – в микрограммах. Кроме того, ударные дозы препарата с калием, применяющегося для йодной профилактики, могут быть опасны для людей в возрасте и тех, кто имеет проблемы с сердцем. Так что эти препараты нельзя пить просто так, а стоит принимать только после официального оповещения об угрозе выброса и необходимости проведения йодной профилактики. Без такого оповещения или заранее пить такие препараты не нужно. Второй опасный фактор возможного выброса при повреждении реактора – это изотоп ЦЗ-137 с периодом полураспада уже 30 лет, который может вылетать с аэрозолями. Во время Чернобыльской аварии 1986 года в большей степени именно он определял основное загрязнение территории в результате выброса. Однако, насколько далеко и как много его может улететь в результате аварии, тут очень широкий диапазон возможных последствий, потому что это зависит от многих факторов. И от самого сценария аварии, от масштаба и характера аварии и выброса, и от погодных условий и так далее. Во время Чернобыльской аварии Цезий улетел довольно далеко, облако действительно накрыло всю Европу. Но тут важны цифры. Он улетел, но чем дальше, тем в меньших концентрациях он выпал. Его следы действительно можно обнаружить за тысячи километров, но лишь в небольших количествах и с помощью достаточно чувствительных приборов. Например, на карте на экране видно, что фоновые уровни, то есть два самых светлых оттенка, покрывающих всю Европу, это уровни менее двух и менее десяти килобеккерейли на квадратный метр. Это условный фоновый уровень загрязнения в Европе. Нам еще пригодятся эти цифры. Большая часть загрязнений на этих территориях была сформирована и до Чернобыля за счет глобальных выпадений 60-х годов от испытаний ядерного оружия. Условный уровень загрязнения от глобальных выпадений в Европе примерно от двух до четырех килобеккерейли на квадратный метр. С точки зрения опасности для человеческого организма, то, что улетело на расстояние далее нескольких десятков километров от выброса, чаще всего уже не представляет серьезной угрозы для здоровья, в силу большого рассеяния. Впрочем, выпадения обычно идут неравномерно. Они могут быть пятнистыми из-за вымывающих их осадков. Или образовывают длинный узкий шлейф, если будет устойчивый и сильный ветер в какую-то одну сторону. Также зона загрязнения будет зависеть от длительности выброса. В Чернобыле, например, он продолжался более недели, пока горел графит. Так что смена ветра за это время направляла выбросы в разные стороны. Но для Запорожской АЭС, если выбросы будет, то, скорее всего, он будет залповым, то есть краткоременным и разовым. Ряд моделирования выброса от гипотетической аварии дает лишь качественные оценки. Например, прогнозы Украинского гидрометеорологического института показывают, что основные выпадения от выброса Запорожской АЭС могут выпасть в радиусе от 50 до 100 км от станции. При обсуждении моделирования выброса часто можно встретить отсылки к ресурсу австрийского проекта исследования FlexRisk. Этот ресурс дает оценки возможных выбросов от аварий на различных атомных станциях Европы, в том числе и на Запорожской АЭС. Сам ресурс, правда, не дает пояснения о характере аварии, заложенные в их модель выброса. Однако объем воздушного выброса изотопа Цезии-137 в количестве 50 пэта беккерелей показывает, что заложенная авария по уровню выброса сопоставима с Чернобыльской и даже превышает фокусинскую аварию. Для реакторов FVR-1000 Запорожской АЭС в силу серьезных конструкционных отличий, описанных выше, это маловероятно, так что масштаб последствий от FlexRisk можно считать консервативной оценкой сверху или моделированием самого худшего сценария. На картах этого ресурса действительно видно, как выброс может накрыть всю Европу. Но если внимательно посмотреть на карты, то можно увидеть, что уровень загрязнения ниже 10 кбк на квадратный метр это все, что зеленого цвета и далее в сторону синего. То есть, грубо говоря, в сторону Европы, за пределами Украины, уровень выпадений будет примерно таким же, как он уже там существует несколько десятилетий, за счет выпадений от Чернобыльской аварии и глобальных выпадений. И это согласуется с оценками качественного прогноза Украинского гидрометеорологического института о том, что основные выпадения будут в пределах десятков и сотен километров от станции. Можно также посмотреть и на оценку доз, полученных населением от этих выпадений. Сейчас на экране представлена модельная карта доз для тех же условий. Точнее, вероятности для взрослого человека получить за первый год после аварии дозу более 2,5 милизиртов. Поясню, что 2,5 милизирта это примерно такая же доза, которую каждый из нас в среднем получает за год от природных источников радиации. Так вот, судя по моделированию и карте за пределами юго-восточной части Украины, вероятность получить дозу более 2,5 милизиртов ниже 1,1. А практически на границе соседних государств она уже ниже еще на порядок. Впрочем, это все усредненные по погодным условиям карты моделирования. Реальный характер загрязнений может сильно зависеть от погодных условий. Он может быть сильно пятнистым или иметь вытянутый шлейф высоких уровней выпадений на сотни километров. Подобные высокие уровни загрязнений могут привести к необходимости эвакуации людей и отселению ряда населенных пунктов в радиусе десятков километров от станции, как это было после Чернобыльской аварии. А также к ограничению использования земель, в первую очередь плодородных земель и сельхозугодий на долгие годы. В случае крупной аварии помимо территории самой Украины вполне вероятно могут пострадать и соседние страны – Молдова, Румыния, Польша, Белоруссия, Россия и даже Турция, а также Черное и Азовское моря. В случае крупного выброса следы загрязнений могут быть и в других странах региона, однако скорее всего их уровень будет относительно небольшим и не представляющим серьезную опасность для людей. Описанные выше сценарии касаются наиболее опасного, но менее вероятного сценария, когда через разрушенный контейнмент происходит попадание снаряда в работающий реактор, его разрушение и пробой взрыв с воздушным выбросом большого объема радиоактивных веществ. Однако если реактор в момент такой аварии был остановлен уже какое-то время, особенно если речь идет о неделях и месяцах, то в нем не будет короткоживущих изотопов, в том числе наиболее опасного для населения ЮДА-131 с периодом полураспада около 8 дней, который уже просто распался. Если реактор находится в состоянии холодный останов, то в нем не будет ни высокой температуры, ни давления, способного усилить энергию выброса. Таким образом, длительное нахождение блоков в состоянии холодного останова в текущей ситуации гораздо безопаснее, поскольку снижает риски и масштабы возможной аварии. На середину декабря из шести энергоблоков Запорожской АЭС четыре находятся в состоянии холодного останова уже многие месяцы, часть из которых с самого начала войны. С 10 сентября были остановлены последние два энергоблока, пятый и шестой. Таким образом, в четырех реакторах Йода уже практически не осталось, тогда как в топливе пятого и шестого блоков его содержание снизилось уже минимум в тысячу раз. Так что для снижения ядерной и реликционной опасности, пока остаются риски обстрелов и повреждения станции, реакторы Запорожской АЭС необходимо держать в заглушенном состоянии. Тем не менее, с конца ноября пятый и шестой блоки были выведены в режим так называемого полугорячего останова для снабжения теплом промплощадки и частично города Энергодара в наступающих условиях холодной зимы. Полугорячий останов это такое состояние реактора, при котором он заглушен, то есть в нем по-прежнему не идет цепная реакция деления и не нарабатываются новые изотопы, но при этом температура воды в первом контуре повышена примерно до 200 градусов за счет работы циркуляционных насосов, нагревательного элемента в компенсаторе давления и остаточного тепловыделения от ядерного топлива. Такой режим работы возможен лишь при наличии подключения к внешним энергосетям. Состояние полугорячего останова повышает риски, связанные с разгерметизацией первого контура и опасность износа оборудования в случае аварийной остановки блока. Но в ситуации необходимости снабжения промплощадки теплом это вынужденная мера. Помимо реакторных отделений на Запорожской АЭС есть еще одна площадка, где находится ядерное топливо. Это сухое хранилище отработавшего ядерного топлива, сокращенно СХАЯТ. Раньше отработавшее топливо со всех действующих АЭС Украины вывозили на хранение и переработку в России. Но уже около 20 лет топливо Запорожской АЭС в Россию не вывозится. С 2001 года Украина использует на этой станции технологию, широко распространенную в США и многих других странах. Топливо после выгрузки из реактора и нескольких лет хранения в бассейнах выдержки в реакторных отделениях помещается в специальные толстостенные бетонные контейнеры и хранится на открытой бетонной площадке. СХАЯТ рассчитано на хранение 380 контейнеров, содержащих около 9000 отработавших топливных сборок. Сейчас на площадке находится чуть более 170 контейнеров, содержащих до 2000 тонн отработавшего ядерного топлива. Это топливо, накопившееся на станции примерно за 15 лет. Контейнеры довольно прочны и устойчивы к внешним воздействиям. Это многослойная конструкция из стали и бетона. Толщина бетонной стенки контейнеров составляет около 70 см. Но они, конечно, тоже не рассчитаны на артобстрел и бомбардировки. Вблизи площадки СХАЯТ уже были попадания снарядов и повреждения вспомогательных датчиков, так что нельзя исключать варианта повреждения и самих контейнеров. Однако скорее всего, в случае попадания на площадку ракеты или снаряда произойдет повреждение одного или нескольких из контейнеров от прямого попадания. Внутри контейнеров нет ни горючих материалов, ни жидкости под высоким давлением, ни краткоживущих летучих элементов, которые распались за много лет хранения. Так что наиболее вероятные последствия разрушения контейнеров это выброс твердых и тяжелых фрагментов топлива и локальное загрязнение площадки хранения и зон вблизи промплощадки АЭС. Давайте теперь поговорим о наиболее вероятном и опасном сценарии аварии, который частично уже начал реализовываться. Атомная станция это огромное сооружение, тем более запорожская АЭС. Она занимает площадь в несколько квадратных километров. И кроме реакторных отделений из Хаят, на ней расположены сотни зданий и сооружений. В них гораздо проще, легче попасть случайно или целенаправленно и разрушить, поскольку они не так защищены, как реакторные отделения. В большинстве из этих сооружений нет никаких радиоактивных материалов, их разрушение не приведет напрямую к радиационной аварии. Однако многие системы важны для нормального функционирования АЭС и ее систем безопасности. Наиболее вероятно и опасно в таком случае полное обесточивание АЭС. Это сценарий Фукусима. Даже после остановки реактора топливо в нем нужно охлаждать. Деление урана и плутония в нем прекращается, но продолжается распад радиоактивных элементов. Энерговыделение этого процесса меньше, но довольно существенно. Спустя несколько часов после остановки реактора энерговыделение топлива остается на уровне около 1% от номинального и спадает далее примерно по экспоненте. Чтобы это тепло отводить, нужно прокачивать воду через реактор, нужна работа насосов, а для них электроэнергия. Когда вся станция остановлена, самое надежное это брать эту электроэнергию из сети. Но из-за обстрелов и пожаров вокруг Запорожской АЭС ее связь с внешними электросетями регулярно нарушается, частично или полностью. Впервые полный блэкаут Запорожской АЭС случился 25 августа, когда на небольшое время были отключены все четыре внешних линии электропередач. Такое полное отключение Запорожской АЭС от сети случилось впервые за всю ее более чем 40-летнюю историю. Работающие блоки были остановлены действием автоматики. Их охлаждение производилось за счет работы резервных дизель-генераторов. Их на станции 20 штук. А запас топлива обычно имеется на 7-10 дней, хотя в октябре он был увеличен до примерно 15-дневного запаса. Таких отключений Запорожской АЭС от сети с августа месяца было уже не менее 6 штук. Каждая такая остановка это исходное событие для аварийного сценария. И, к сожалению, такая ситуация происходит уже не только на Запорожской АЭС. С началом массированных ударов России по энергетической инфраструктуре Украины этой осенью уже регулярными становятся отключения и других украинских атомных станций. Так, 2 ноября из-за удара по подстанциям была потеряна одна из линий на 750 кВт, связывающая Южно-Украинскую АЭС с энергосетью, в результате чего один из ее блоков был вынужден снизить мощность на 50%. А 15 ноября из-за обстрелов подстанций и электросетей по всей стране были оборваны линии электропередач, связывающие Хмельницкую АЭС, в результате чего были остановлены два ее энергоблока. А на Ровенской АЭС пришлось остановить один и снизить мощность на другом блоке. Таким образом, из-за ударов России риском подвергаются уже все без исключения атомные станции Украины, даже те, что находятся далеко от линии фронта. Чем это опасно? Если восстановить линии электропередач быстро не удастся, а дизель-генератор не сработают или в них кончится топливо, то ядерное топливо в реакторах и бассейнах выдержки будет нагреваться, разрушаться и в итоге плавиться, что приведет к радиационной аварии. Именно это случилось на АЭС Фукусима в Японии в 2011 году, где из-за землетрясения и цунами случился и обрыв внешней линии электропередач и затопление дизель-генераторов. С нагревом топлива в реакторах АЭС Фукусима началось выделение водорода в результате пароциркониевой реакции взаимодействия оболочек тепловыделяющих элементов с водяным паром. Образовавшаяся гремучая смесь привела к взрывам нескольких реакторных отделений японской станции и выбросу облака летучих изотопов. К счастью, на Запорожской АЭС в ходе постфукусимской модернизации установлены рекомбинаторы водорода. Это относительно небольшие устройства, которые размещаются под куполом гермооболочки. Им не нужна электроэнергия для работы, они химически преобразуют излишний водород обратно в воду и не дают образоваться его опасной концентрации в реакторном отделении. Так что теоретически взрывов и воздушного выброса к фукусиме на Запорожской АЭС быть не должно, даже в случае перегрева топлива. Однако от нагрева топлива это не спасает. С ростом температуры топливо будет разрушаться и плавиться, что может привести к проплавлению корпуса реактора и уходу образовавшейся смеси в подреакторное пространство. На современных АЭС есть специальные ловушки расплава, которые должны этот расплав удерживать и охлаждать. Но на ВВР-1000 на Запорожской АЭС их нет, как не было их и на Фокусиме, и в Чернобыле. Расплав топлива и его уход вниз из реактора потенциально грозит разгерметизацией контейнмента и загрязнением грунтовых и поверхностных вод. Именно загрязнение воды, которое случайно или намеренно попадало в потерявшую герметичность реакторное отделение Фокусимы, создало серьезные проблемы в Японии. Сейчас на площадке АЭС Фокусимы накоплено около миллиона тонн загрязненной воды, которую они смогли собрать и частично почистить, но остальное утекло в океан. В случае подобной аварии на Запорожской АЭС речь может идти о загрязнении Каховского водохранилища, Днепра и Черного моря, но все будет зависеть от масштабов аварии и загрязнений. Так что такой сценарий вполне возможен, но такая авария будет развиваться в худшем случае на протяжении нескольких часов, если реакторы находятся в рабочем состоянии на мощности или как минимум несколько дней, если они остановлены. Перегрев не происходит одному моменту и в этой ситуации у персонала, если ему помогать, а не мешать, будет время для того, чтобы успеть отреагировать и предотвратить худший сценарий. В текущей ситуации на Запорожской АЭС, когда ее энергоблоки уже месяцами находятся в состоянии холодного останова или даже полугорячего останова, риски все-таки гораздо меньше, чем в случае работы реакторов на мощности. С учетом военной обстановки в Херсонской области осенью этого года и продолжающихся ударов России по инфраструктуре Украины, в том числе по гидроэлектростанциям, возникают риски, связанные с возможным разрушением плотин Днепровского каскада гидроэлектростанций и Каховского водохранилища, на котором находится Запорожская АЭС. И тут возможны минимум два опасных сценария. Первый сценарий касается прорыва плотин Днепровского каскада выше Каховского водохранилища с риском затопления площадкой Запорожской АЭС. В национальном отчете Государственной инспекции ядерного регулирования Украины от 2011 года о проведении стресс-тестов украинских АЭС анализируется подобный сценарий. В нем отмечено, что нормальный подпорный уровень Каховского водохранилища составляет 16 метров, а площадка АЭС располагается на отметке 22 метра. В случае прорыва всех плотин выше по течению Днепра с сохранением подпорной плотины Каховской ГЭС ниже по течению, ожидается рост уровня Каховского водохранилища чуть выше 19 метров, что ниже площадки АЭС. Несмотря на возможные нарушения в работе элементов охлаждения и подтопления от прорывной волны, в целом, согласно документу, не ожидается серьезных угроз для безопасности станции. Второй сценарий связан с прорывом плотины Каховской ГЭС и спуском воды из Каховского водохранилища. Тут стоит пояснить, что для охлаждения АЭС вода берется не напрямую из водохранилища, а для этого используется специальный прудохладитель, отгороженный от Каховского водохранилища насыпной плотиной. Подпитка его производится из водохранилища через систему шлюзов, но в целом это изолированное гидротехническое сооружение. Согласно отчету о стресс-тестах, в случае прорыва плотины Каховской ГЭС, которая находится примерно в 120 км ниже по течению Днепра от Запорожской АЭС, ожидается снижение уровня воды в Каховском водохранилище в створе АЭС с 16 до 10 метров. При этом уровень воды в прудеохладителе останется прежним, а перепад уровней в 6 метров, согласно отчету, плотина прудоохладителя способна выдержать без разрушения. Спуск воды возможен лишь в результате разрушения шлюза прудоохладителя. Таким образом, согласно данным стресс-тестов, разрушение плотин Днепровского каскада водохранилищ не грозит катастрофическими последствиями для станции. Особенно в текущей ситуации, когда ее реакторы заглушены, турбины не работают и масштабного охлаждения не требуется. Охлаждение топлива и оборудования в энергоблоках в таком режиме проводится за счет брызгальных бассейнов на промплощадке с относительно небольшим объемом воды для подпитки, особенно в холодный период года. Впрочем, в ходе обстрелов станции сами брызгальные бассейны периодически тоже повреждались. Несмотря на относительно успокаивающие выводы стресс-тестов, тем не менее остается вопрос о полноте и точности проведенных в их рамках исследований и их приманимости к текущей ситуации боевых действий с новыми рисками. Государственная инспекция ядерного регулирования Украины 6 ноября срочно поручила оператору украинских АЭС компании Энергоатом проанализировать риски безопасности эксплуатации энергоблоков Запорожской АЭС в случае падения уровня в Каховском водохранилище. Однако на конец ноября о результатах такого анализа публично не сообщалось. Важным для электронной безопасности аспектом является и вопрос состояния персонала. Украинский персонал работает на станции все время ее оккупации под физическим и психологическим давлением со стороны сил России. Как и на других оккупированных России территориях, во время этой войны сотни сотрудников Запорожской АЭС и других жителей ее города-спутника Энергодара в случаях подозрений в подготовке диверсии, сотрудничестве с властями и вооруженными силами Украины подвергались допросам, похищениям и пыткам, в том числе и со смертельными случаями. Количество персонала на станции критически снизилось из-за отъезда многих работников и их семей из зоны военных действий. К ноябрю по данным компании Энергоатом лишь около трех тысяч работников АЭС остались на месте из 11 тысяч работавших там до войны. После создания в начале октября российской эксплуатирующей организации Дочерней структуры Росатома давление на персонал с целью его перехода в новую структуру возросло. При этом выросли и неопределенности и риски, связанные с отсутствием четкого управления атомной станции и нарушением регламентов, на что также указывает МАГАТЭ. В тяжелейших условиях регулярных аварийных ситуаций, обстрелов и давления работают по обеспечению безопасной эксплуатации крупнейшей атомной станции Европы. Подводя итоги, можно сказать, что на Запорожской АЭС сохраняются риски крупных ядерных инцидентов, связанных как с возможным случайным или преднамеренным повреждением самих энергоблоков в результате обстрелов, так и в случае обесточивания станции. Тут важно отметить, что риски обесточивания теперь периодически возникают и на трех других украинских атомных станциях из-за полномасштабных ударов России по энергетической инфраструктуре Украины. Текущее состояние Запорожской АЭС, когда все ее реакторы уже минимум несколько месяцев находятся в восстановленном состоянии, существенно снижают риски и масштабы возможных последствий в случае аварии. Тем не менее, остаются риски загрязнения самой промплощадки, выхода станции из строя, загрязнения обширных территорий средней и долгоживущими радионглидами, в первую очередь с этим 137, в результате обстрелов или реализации фукусимского сценария. Для снижения ядерных и радиационных рисков важно, чтобы в текущих условиях реакторы ЗАЭС по-прежнему находились в подкритическом состоянии, несмотря на связанные с этим сложности и риски иного характера, такого как потеря крупного источника электроэнергии для Украины и источника тепла для города Энергодар. Обеспечение теплом и паром промплощадки станции для ее нормальной эксплуатации возможно и без запуска реакторов, но при наличии устойчивой связи с внешней энергосистемой. Любые же попытки запуска блоков как со стороны России, так и со стороны Украины перейдут в текущей ситуации к повышению рисков ядерных аварий и инцидентов. Мы в Белоне продолжаем следить за ситуацией вокруг Запорожской АЭС и других ядерных и экологически опасных объектов, подвержившихся угрозам в ходе этой войны. Вы можете следить за новостями на нашем сайте или в соцсетях, все ссылки будут в описании к этому видео. А в ноябре этого года мы презентовали выпуск журнала «Экология и право», посвященный экологическим рискам этой войны. Сейчас вы можете посмотреть видео с его презентацией на нашем канале. Всем пока и берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok